всем огромнейший привет с вами как всегда я славян канал семья на чемоданах вы сегодня все в сборе в принципе как обычно можете заметить у меня такой лук нашей всей семьи лук новогодний лук чеснок так у пацанов тоже свитерочки купили для того чтобы сделать новогодние фотографии новогодние фотосессию отправляемся вместе с вами сегодня центр алани там есть новогодняя ярмарка когда последний раз мы там гуляли она только готовилась но сейчас она уже открыта поэтому мы с вами поедем посмотрим где-нибудь покушаем турецкой вкусной еды сходим на пляж клеопатра короче полный кайф как всегда погнали новый выпуск такси буквально мы две минуты подождали подъехал как всегда так вот сидим едем мы сколько катались у нас примерно выходит туда 100 лир плюс-минус так может быть 80 сейчас выйдет если что по новому курсу теперь поездка будет подороже вот если мы когда доезжали за 400 получается то сейчас примерно 100 ну чуть позже я вам конечно же как всегда все покажу за такси у нас вышло 60 лир почему не стоя не 80 объясняю мы решили выйти пораньше для того чтобы посмотреть пляжи алании мы когда сюда только приехали я ехал в машине в трансфере говорил вау как тут клёво как тут клёво как хочется посмотреть и вам показать в общем мы вышли здесь сейчас и где-то километра три наверное не доезжая я решил пройтись по всем этим пляжам чтобы мы посмотрели соответственно вам показали рассказали но это вы увидите в следующем выпуске а сегодня выпуск посвящен вы как поняли уже чему я вам говорил ранее поэтому подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить выпуска с набережной из алании посмотрите ребятки какие здесь красоты такие вот эти высоченные пальмы вдоль дороги выглядит это нереально очень и очень красиво мы дошли уже до центра вот она гора тут же она крепость это что здесь какая-то пличка с флагами я прошелся мы прошлись всей семьей километра три наверное по всем пляжам я все показал я напомню что мы в турции сейчас живем в алании в махмуд лари пойдемте гулять в центр мы решили что надо сначала покушать потом пойти на ярмарку выбрали вот этот ресторан будем сюда заходить принципе по меню здесь так более-менее вот все понятно ну и по ценам то же самое в ресторане здесь интересная концепция смотрите что касается меню наводишь телефон переход и потом в телефоне выбираешь тебе бумажки здесь не приносит в турции мы такой видишь можно посидеть как внутри так и можно посидеть на улице как на солнышке так и под вот такими тентами нам принесли завтраки я вам сейчас все покажу и самое что я же сказал что она горячая и самое что интересно походу впервые я заказал лучше всех показываю ой глядите какая красотища это настеньки здесь что-то там с авокадо яйцо салат вот это принесли мне смотрите и амлет и салат и какие-то йогурт со свежими ягодами представляете хотя он стоит дешевле чем у всех пацанам принесли яичницу и сосисками и что-то а и хлебушек в пакете вот мне кажется у меня прям самый зачатый завтрак какой отзыв о ресторане на самом деле не совсем понятно меню что мы заказываем и официант не предупредил что еда острая детям принесли вот эти сосиски они безумно острые мне принесли вы то что было типа сырная тоже остроту как бы мне ладно но вкус вообще какой-то непонятный короче нас не кого даже попробую сказала вот но в целом то вот лично я наелся дети и так себе насенька так себе а мне вроде все нормально как бы ну целом короче да типа такого и нам больше нравится какие-нибудь местные вот и местные простые где ты обожрешься и и вкусно вот но по нам так а сейчас мы вот уже в центре дети уже кричат новогодняя ярмарка посмотрите тут как прикольная украшена уже здесь вечером блин конечно хочется погулять вечером но из-за того то что с мирончик он рано уходит у нас в ночь конечно вряд ли получится она возможно как-нибудь попробуем вот такой здесь памятник юрта случае нанда сух не знаю в честь кого и в честь чего здесь три флага в турции кстати почему в 3 не пойму причем один ниже другой посередине и самый высокий и вот такое новогоднее украшение смотрите они поставили кого-то картонного оленя люди он залезли в кресла все естественно вот видите гирляндочка все украшено вечером конечно здесь блин я уверен что очень красиво но не проверяли как не знаю будем двигаться в сторону ярмарки посмотрим что за ярмарка сквер интересные деревянные скульптуры там что-то написано бир аланья я миз вар наверное я правильно прочитал да слушайте скульптуры ваще какие-то они пересделаны из дерева в них они какие-то непонятные горбатые мужики не пойму что это такое так мы перешли дорогу смотрите здесь плата парковка по ценам вам покажу о томим от пупу не знаю что такое максимально 20 лет детский сквер так он называется аланья белл борис манго в ку-ку парке вот наверное так все как здесь прикольно теневой и тень создают елки не елки а какие-то по ходу хвойное дерево не знаю как она правильно называется но площадка достаточно прикольная наша задача дойти сейчас до новогодней ярмарки только почему-то я ее не вижу а мы еще прошли что ли уже такие общие нету но мы короче лошары ярмарка которую выставлялись на причем сказали съездите посмотрите ярмарка туда-сюда оказывается это ярмарка выходного дня вот это вот где стоят все вот машины здесь выставленные по выходным палатки здесь проходит ярмарка новогодний вот она елка вот тут вот организовывается сцена мы просто пятницу когда гуляли мы видели как это все устанавливается сейчас ну что поделать да ну можно вот почилить на мурпорт брить как прикольно пальмы елка пальмы елка но самое прикольное что елка вообще угарная не знаю почему не заморочились они просто ковролин налепим сюда ну и трава просто ковролин понимаете вот я не знаю у нас по моему нигде такого не видишь что вот так вот и реально ковролином каркас облепили и все искать ну ладно сфотаться можно как же тут красиво этот получается общий пляж возле порта мы здесь уже гуляли здесь вообще вот сегодня открываются смотрите какие шикарные виды горы вон там вдалеке заснеженные шапки здесь вообще очень сильно снежная шапка гора я люблю алания надпись видна шикарно правда рынка нет здесь немножко фотографировались и отправляемся сейчас дальше в глубь центра морпорт здесь мы уже гуляли катались даже вот на таком деревянном катере если можно назвать катер выпуски посмотрите я думаю вам обязательно должно понравиться в общем друзья морской порт в алании это безумно прекрасное место сюда можно приезжать и приезжать мы здесь ходили гуляли посмотрите выпуске с этого места а мы будем углубляться вот сюда самый центр там тоже очень красиво есть на что посмотреть мы конечно там будем вот прям гулять с таким наслаждением первый раз радюх ты чего там радюшка бастует у нас так вот видите даже начиная от вот этих вот домиков которые висят на дереве уже прикольно и атмосферно и естественно эти улочки как в стамбуле даем сейчас посмотрим что здесь есть интересно здесь полно рынков бутиков где можно и покупать одежду и просто покупать какие-то продукты сувениры банкоматы кому интересно я всегда снимаю в гарантии банки 90 рублей комиссия максимально снимал 500 лир вот такие различные кафешечки выдачей закрыта прям после самого морпорта все получается первые этажи сданы под бизнес и вот но это прям туристическая история лучше конечно вот прям если хотите выгодно совершать какие-то покупки то лучше ездить либо либо типа на выездные а либо 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 в стамбул это вообще идеальная история потому что стамбуле вообще все стоит просто копейки хотя мы здесь пошопились и вандалии шопились и в алании шопились даже по раз уже выходит на ну дешево-дешево что мы одеваем да всю семью нас вот сколько человек вот сейчас будем двигаться в ту сторону только дорогу перейти вот видите можно сюда же всякие бренды тренды купить ловите томми всякие джинс чемоданчики гучи мучи вот не знаю насколько все это конечно натурально но здесь есть один магазин это два бутика у них типа очень качественная подделка вот прям очень качественная ничем не отличить можно и стоит естественно в разы дешевле вот ведь всякие футболочки 3 лиры стоят апельсинчики очень много очень много мотоциклов здесь вот таких байков я бы кстати тоже взял если бы долго жил в каком-то городе я бы очень передвигался на таком транспорте даже в краснодаре вот я бы себе прикупил бы чего-нибудь такое подобное небольшое маленькое ресторанчик играет музыка турецкий музончик магазин сок шок магазин шок типа шок цены я его называю сок все называют шок по мне так там ничего шокового нету цены как цены магазин как магазин ничем не дешевле даже относительно того же микроса по уюту он конечно ни о чем лучше ходить в микрос кнопочки вызова такси везде на каждом столбике на каждом дереве две минуты и готов вау посмотрите какой магазин слушать все музыканты кто меня смотрит глянь какая красота вот эти вот инструменты не только ничего руками не думай двери си были на это не конечно кайфовенько чёточки всякие картины бусы и вот этот глаз который у них повсюду типа сглаза нельзя нельзя трогать руками всякие разные балалайки вот нам больше нравится кушать в таких заведениях вот это прям местная местная еда вот прям столов когда ты проникаешь в эту культуру там сидит огромное количество турков ну вот правда ну кайф же а вот в рестике это все-таки кто-то такая вот история правильно на себя он кричит это понты 3 как колоритно классно вот еще бы в стамбуле бы оказаться потом как-нибудь туда съездить прям будет вообще обалденно в наших во всех прогулках самая сложная миссия на самом деле это у меня потому что я ответственно за мирончика и мне постоянно его приходится укладывать спать но слава богу пока свою миссию я выполняю немножко там прямо на перекрестке оставил своих беру дайте мне пять минут я уложу и к вам быстро прибегу вот мы сейчас двигаемся в сторону рыбного рынка хочется посмотреть я надеюсь что он еще будет открыт время тоже лучше утром посещать такие места в чем показать вот эту турцию посмотрите как колоритно какие настоящего турецкие здания это вот не отельные вот особенно вот эти вот которые подальше эти балконы все такие обшарпанные это вот как говорится для турков да а все что с басиками там и так далее вот типа где мы живем это все скупают как правило снг турка там живет минимум процентов вот такая вот турция вот где мы сейчас идем вот это кайфово потому что это настоящее это не то что сделано свеженько этот прям вот настоящее здесь нет туристов мы одни идем здесь даже вы можете заметить что огромное количество людей ходят в масках вот там где туристические районы масок нету а там где прям как говорится турция пахнет настоящий то вот люди в масках также и в анталии было что люди ходили в основном в масках еще мне очень нравится как турции сделаны вот дорожки эти синим цветом выкрашенные не везде они конечно находятся вот в таком вот идеальном состоянии но дорога для велосипеда выделена ну почти везде вон по крайней мере где вот мы бывали видите как бы велосипед должен ехать правая полоса ту сторону левая в обратную сторону слушайте мы идем по такой местности безумным интересный то есть это вот явно не туристические места идем просто через какие-то всякие различные переулочки видно что колоритная турция видно что и тут прям турецкие дома турецкие шмотки висят на балконах прикольно насенька артем говорит я хочу домой настика его говорит отведи здесь такси здесь горит района опасными для русских идем молча вы просто идем угораем мы действительно мы сами посмотрите здесь просто все сплошная турция вот как это резко отличается от тех районов где живут русскоязычные работ очень-очень сильно да нам осталось наверно метров 30 до рынка но судя по карте но идем мы конечно интересных районов если будете в турции в алании пройдитесь по этим улочкам здесь прям здесь по-другому вот так я скажу здесь реально по-другому единственно что вот я вижу новый дом но скорее всего это дом не вне не русский да скорее всего он турецкий потому что район вообще турецкий вот посмотрите какое здание вон туда вход наверх блин а мне когда надо коляску спускать так получилось у меня это сделать вот это вам не такая турция как показывают все это обратная сторона вообще обратная вопрос посмотрите как живут люди этого не несколько но я не знаю ну пусть километр от пляжа от такой инфраструктуры и все и вот такая тут уже жизнь на как говорится настоящих коренных турков если так можно сказать видите здесь уже подъезды не такие как мы вам показывали и вот в этой вот ребятки колоритной турции и находится как раз рыбный рынок да куда мы сейчас и отправимся и посмотрим что там есть кто приедет смотрите есть парковка она бесплатная вот и отправляемся с вами уже на рынок сайте здесь и овощи есть и куча-куча свежей рыбы так да она себя правильно сказала цен нету но она здесь вообще разнообразная водичкой водичкой придают вид она этой стране получается овощи я не знаю сколько это правильно что вот тут с эти сценами видите сиба асминоги 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 здравствуйте здравствуйте как дела хорошо у вас не вася пока смотримся можно почистить приготовить готовить уже есть спасибо да прям здесь здесь короче в общем купите вам все почистят и здесь же в ресторане можно отнести приготовят вот у них вот такие вот кухонки вот это прям прикольно чудо по маленькой возьмем на покушаем также здесь есть еще мясные палатки сладости вот видите например моде дик балык то есть вот ресторанчик видимо здесь даже можно ангел просто где можно заказать так здесь был ремонт и мне вот пришлось прервать в речь в общем здесь два ряда сейчас я покажу вам второй ряд скорее всего в какие-то насыщенные дни здесь еще выставляется о а это по ходу пресс джус это видимо здесь вот всякие соки натуральный можно заказать ну по крайней мере красиво палаточки смотрятся дай столики все такое ценное и интересное вот насеньки здесь можно заказать натуральный сок традиционно гранатики апельсинчики и кукурузочка здесь уже видите травы че и сладости зашли мы в эту палатку соками но к сожалению они не принимают карты и цены у них почему-то указаны в евро нет это местный рынок это прям местный рынок местный рынок я не знаю нет лира не упала лира наоборот так вот еще рыбка но это уже от кафе за стеклом трогать как говорится не нельзя уже и и щупать трогать ну и все действительно всякие сухофрукты и вот здесь хранятся сухофрукты правильно видите все накрыто пакетом орешки специи все под крышкой всех пакетов не так как на выездном рынке конечно но на выездном там такая проходимость такая текучка что что быстро все раскупает не особо я думаю что и пылиться смотрите сколько сплошные тыквы вот такой вот рынок если вы сюда приезжаете без машины и закупились смотрите вот тут вот эта банка вызова такси есть у вас нету наличных вот здесь вот стоят банкоматы можете снять деньги мы сегодня очень сильно устали просто прикиньте сколько мы километров прошли дети естественно тоже устали мы будем как раз вызывать сейчас такси и отправимся домой как говорится пока сказал но еще хочется вам показать пляж клеопатра пришли вы уже сюда вставлять в общем и там такси ты не вызвали мы решили все так сходить к морю просто от рынка до пляжа клеопатра идти вообще близко просто мы шли получается с той стороны этой горы поэтому конечно это далеко мы находились вот такой вот пляж такая вот обстановочка ой как же тут шикарная все у нас скоро будет закат уже я кстати вам показывал закат пляже клеопатра предыдущих выпусках кто не смотрел посмотрите обязательно не смотрите такая огромнейшая детская площадка вот эта радуга это туалет и женский мужской баскетбольная площадка волейбольная площадка теннисные столы чуть дальше теннисный корт спортивная площадка и вот так вот на закат можно прийти здесь позаниматься конечно очень атмосферно очень прикольно или потрясающие вот кстати она и канатная дорога вот она мы не так же поднимались поднимались на эту гору на эту крепость тоже посмотрите выпуска обязательно вот так вот турки проводят свои вечера причем это все здесь турки здесь не не приезжие да как говорится вот здесь люди приходят отдыхают здесь очень огромное количество пенсионеров которые вот так вот проводят свои вечера вы поддерживаете выпуск лайком пишите комментарии пишите как вам цены пишите вам в целом как наша прогулочка я с вами прощаюсь увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике пока у